Это еще не вакцина. Перед прививкой от коронавируса у испытуемого берут кровь. Потом по этим данным проверят выработку антител COVID-19. Главный эпидемиолог Краярина Переладова процедуру вновь проходит первой в регионе. Вот как мы с вами общались. Три недели назад, утром, я такая же стою перед вами, без каких-либо проблем, последствий и так далее. Часть медицинских работников у нас совершенно спокойно перенесла данную вакцину. Два человека у нас заболели респираторно-вирусной инфекцией. Наши доктора, которые заболели, именно закатарили на третий-четвертый день. Препарат, введенный сегодня, не усилит, а дополнит первую дозу. Вакцина дробная. В два захода организм человека получает два разных генома вируса, которые в сумме должны сформировать иммунитет. Как, например, несколько прививок от краснухи. Все 42 дозы первой партии вакцины уже использованы. До конца года Край получит 2005 доз. И все они по-прежнему для медработников. Других врачей, по словам главного эпидемиолога Края, испытание вакцины пока подстегнуло прививаться от гриппа. А обычным барнаульцам, желающим испытать прививку от коронавируса, нужно подождать. С января месяца начинается массовая иммунизация населения всех групп населения. И вакцина, скорее всего, и вероятнее всего, будет иная. На днях будет зарегистрирована вакцина, которая хранится в обычных условиях, как и вся другая. То есть все прививочные кабинеты смогут у нас работать, смогут охватывать население вообще в дальних уголках, на папах, на участковых больницах. Препарат должен подарить иммунитет на два года. Однако все эти данные о новой вирусологии вакцине еще только предстоит выяснить и подтвердить испытуемым. Тем не менее, у врачей на прививку большие надежды. Если вакцина действительно защитит население, то, возможно, следующий сезон простуд обойдется без коллапса в медицине. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.